Во имя Святого Сына и Святого Духа, Аминь. Святитель Иоанн Златоуст из беседы о том, что опасно проповедовать с угодливостью. Называется «О исповедании грехов пред Богом». Если мы теперь не вспомним о своих грехах и не покаемся, то там увидим их пред нашими глазами во всей ясности и наготе, и будем плакать и тщетно, и напрасно. И откуда это видно? Из пророческих изречений и из Евангелия. Так пророк говорит, во гробе кто будет славить тебя? Псалом 6, 6 стих. Не потому, чтобы мы там не славили Господа, но потому, что делаем это напрасно. А Христос научил тому же самому посредством притчи о богаче и лазере, что грешники, хотя сокрушаются в грехах, перемениваются и делаются лучшими от гиены, но от этого нисколько не получают пользы для утоления пламени, потому что это покаяние безвременно. Зрелище уже кончено, место состязания пустело, время борьбы прошло. Посему увещаю, прошу и умоляю скорбеть и плакать о грехах здесь. Пусть здесь огорчают нас слова, чтобы там не устрашили дела. Пусть здесь уязвляет нас беседа, чтоб там не терзал ядовитый червь. Пусть здесь жжет нас обличение, чтобы там не жгла гиена огненная. Плачущим здесь следует получить утешение там. А тем, кто здесь веселится, смеется и не скорбит о грехах, неизбежно предстоит там плакать и рыдать и скрежетать зубами. Не мои слова это то, но того, кто сам будет судить нас тогда. Блаженный, говорит он, плачущие, ибо они утешатся. Матфея, 5 глава, 4 стих. Горе вам, присыщенные ныне, ибо взалчите. Лука, 6 глава, 25 стих. Итак, не гораздо ли лучше временное сокрушение и плач променять на бессмертные блага и бесконечную радость, нежели, проведя в смехе эту краткую временную жизнь, отойти, чтоб подвергнуться вечным наказаниям. Но ты стыдишься и стесняешься высказывать грехи свои. Если бы даже при людях нужно было высказаться и открыть их, и тогда не следовало бы стыдиться, потому что стыдно грешить, а не исповедовать грехи. Но теперь и нет надобности исповедовать при свидетелях. Исследование грехов пусть производится судом совести. Судилище пусть будет без свидетелей. Один Бог пусть видит твою исповедь. Бог, который не позорит за грехи, но разрешает их после исповеди. Но ты и при этом медлишь и не решаешься, зная и я, что совесть не любит вспоминать о своих грехах. Как только мы приступим к воспоминанию своих грехов, то ум отскакивает, как молодой конь, неукрощенный и необузданный. Но удержи его, обуздай, погладь рукой, сделай его кротким. Убеди, что если он не исповедует ныне, то будет исповедоваться там, где сильнейшее наказание, где большее бесславие. Здесь судилище без свидетелей, и ты согрешивший судишь сам себя. А там все будет поставлено на вид пред целую вселенную. Если мы предварительно не изгладим этого здесь, тебе стыдно исповедовать грехи. Стыди сделать грехи. Между тем мы, когда делаем их, то отваживаемся на них дерзко и бесстыдно, а когда нужно исповедовать, то стыдимся и медлен. Тогда как следовало бы делать это с охотой, ибо осуждать свои грехи не постыдное, а праведное и доброе дело. Если бы это не было праведное и доброе дело, то Бог не назначил бы за него награды. А что действительно за исповедь бывает награда? Вот как говорит Господь. Я сам изглаживаю преступления твои. Грехов твоих не помяну. Говори ты, чтобы оправдаться. Исайя 43 глава 25-26 стихи. Кто стыдится такого дела, через которое он становится праведным? Кто постыдится исповедовать грехи, чтобы изгладить грехи? Разве для этого Бог повелевает исповедоваться, чтобы наказать? Не для того, чтобы наказать, но чтобы простить. Во внешних судилищах за признанием следует наказание. Посему и псалмопевец, опасаясь того, чтобы кто-нибудь по страху наказания после исповеди не отрекся от грехов, говорит. Славьте Господа, ибо он благ, ибо вовек милость его. Псалом 105, 1 стих. Разве Господь не знает грехов твоих, хотя бы ты и не исповедался? Какая же тебе польза от непризнания? Разве ты можешь утаиться? Хотя бы ты и не говорил, он знает. Если ты скажешь, что он предаст забвению, я сам, говорит Бог, не сглаживаю преступления твои и грехов твоих не помяну. Исайя 43, глава 25 стих. Видишь ли, я не помяну, говорит Господь, таково дело человеколюбия. Ты же, припомни мне, стих 26, чтобы получить побуждение к исправлению. Итак, призвав свою совесть, будем требовать у нее отчета в словах и делах, в помыслах, станем исследовать, что употреблено на нужное, что во вред нам, какое слово истрачено худо, на брань, на срамословие, на обиды, какой помысл увлек глаза наши к нескромности, какая мысль ко вреду нашему введена в действие или руками, или языком. Или глазами. И затем будем стараться от непристойной траты воздерживаться и вместо уже истраченного худо делать другое приобретение. Вместо слов, произнесенных напрасно, молитвы. Вместо взглядов, сделанных нескромно, милостыни, посты. Ибо если мы станем безрассудно издерживаться, а ничего не приобретать и не собирать себе хороших сокровий, что отошедшие до крайней бедности, незаметным образом ввергнем в себя вечную муку огненную. Итак, во всем, что сделано и сказано нами в течение дня, будем требовать от самих себя отчета после ужина и в самый вечер, когда ляжем на постель, когда никто не беспокоит, никто не возмущает нас. И если заметим какой-нибудь грех, то будем наказывать совесть, укорять ум, сокрушать сердце так сильно, чтобы вставший нам уже не осмеливаться идти в ту же бездну греха, помня вечернее истязание. А что это время самое удобное для такого отчета, послушай пророка, который говорит, «Размыслите в сердцах ваших, на ложах ваших и утишитесь». Псалом 4-5 стих. «Днем мы делаем многое не так, как хотим. И друзья раздражают нас, и приводят в ярость люди, и жена огорчает, и дети причиняют скорбь, и множество житейских и общественных дел окружает нас. И мы не можем тогда отречься, чтобы не погрешить чем-нибудь. Но вечером, освободившись от всего этого, оставшись самим собой и пользуясь совершенным спокойствием, устроим на постели судилище, чтобы через этот суд нам умилостивить Бога. Если же мы каждый день, согрешая и уязвляя свою душу, никогда не станем чувствовать этого, то, как люди, часто получающие раны и не обращающие на них внимания, причиняют себе горячки и мучительную смерть, так и мы постоянно, без чувственности, навлечем на себя неизбежное наказание нашего владыки». Он хочет только найти повод и тотчас оказывать свое человеколюбие. Итак, зная, что Бог делает все и принимает все меры к тому, чтобы избавить нас от наказания и мучения, будем подавать Ему более повода к этому, исповедоваться, раскаиваться, проливать слезы, молясь, оставляя гнев на ближних, помогая им в бедности, в бодрство и в молитвах, оказываясь смиренно мудрее, непрестанно пометуя о своих грехах, ибо недостаточно сказать только «я грешник», но должно припомнить самые грехи, породу их. Как огонь, упав в терния, легко истребляет его, так и ум, часто представляя пред собой грехи, и легко истребляет и изглаживает их. Бог же, побеждающий в беззаконии, истребляющий неправды, да избавит нас от грехов и да сподобит Царствие Небесного. Господу славу вовеки веков. Аминь. Аминь.